друзья всем привет с вами санек в общем сегодня такой денечек выдался теплый сейчас около нуля и решил не затапливать почистить печку потому что он кажется она уже под забитый дымоход сажей за одно посмотрим во вторую камеру посмотрим сколько сажи будет вот в этом в этой трубе в переходе и наверное заменю я заменю сами трубы потому что они сгнили что там рассказывать сейчас сейчас сами все увидите они оцинкованные и вот здесь имеются уже вот такие вот дыры здесь уже вот потеки потому что они сгнили как раз таки вот но это вот нержавейка вот эти вот стыки где стыкуются полностью подгнивали то поэтому уже потекло по наружи конденсат ставить буду нержавейку такого же диаметра меня устраивает тянет замечательно когда все чисто мы не знаю сколько раз я за сезон ну пару раз может быть чищу то есть за отопительный мой сезон который топлю в гараже кто-то скажет неправильный дымоход надо было брать с утеплителем чтобы не было конденсата и так далее и тому подобное ну во первых друзья я топлю там не знаю полтора два месяца все остальное время он не работает своя согласен если бы это был газ вот ну так как я до топлю дровами и зачастую сырыми травами вот здесь собирается сажа и и собирается очень много его нужно чистить периодически да даже два раза за сезон но приходится чистить я его снимаю он легенький я его снимаю у меня есть специальная причин дали на которые просто шуруповерт надеваю только жах все чистое внутри только жах жах скрутил и на место поставил здесь по большому счету мне нужно но если без вот это сейчас надо вырезать трубу пару часов снять раскрутить здесь почистить все поставить на место пару часов не будет чистый дымоход чистая печка от сажи колено я уже снял зараньше сейчас снимаю трубу аккуратно вот так все это дело у меня выглядит сзади это на воздух здесь стоит вентилятор дует помните да как я зашивал закладывал туда камни между баллонами они реются от нижнего и верхнего и больше теплосъема идет через ребра спереди кто видел тут узнает все сейчас снимаю дожигатель убираю чтобы сажа туда в него не сыпалась и снимаю трубу потом посмотрим все это дело так ну и вот столько сажи это вот на дверке сейчас надо будет сюда что-то подставить аккуратно с этот сгорнуть емкость или ведро вот сажи уже отслаивается вот она труба которая вытяжка на ней одета еще одна труба чтобы огнем ее меньше то на прожигала будем то ли мы сейчас буду разбирать покажу просто капец сколько и здесь все пока ничего не трогаем заглянем вот сюда теперь в нижнюю понятно дело вот они грибочки сколько наросло вот это не дает дыму нормально выходить это все чистится пойдемте в трубу заглянем страшно это всего лишь на все колено ярко все от снега вот эта часть стояла вот как раз к печке это на улицу получается вот так это вот как раз таки печки ну конечно тяга тяги какая тут тяга она то работает но как она работает так труба на белом конечно здесь плохо видно не знаю метод со стороны котла потому что шибер вверху тут я не знаю сантиметра полтора наросло на стенках сажи мужики так и со стороны шибера вот он шибер на малой тяге вот такое маленькое маленькое проходное понятное дело что мы уже не работает вот как-то так ладно чистим а нет мы сейчас еще заглянем в ту трубу и тут все мхом поросло да и она уже лежит конечно дыму хуже проходить тяга хуже вот как-то так смолы вот тут всякие всевозможные собираются на стенках просто капец но это все чистится кстати сейчас ее поменяю на нержавейку весь дымоход будет из нержавейки ну это капец так выглядит теперь это все вот таким вот образом все чистенько и культурненько на месяц полтора хватит это стопуду вот как то так вот таким вот образом узелух уже пока здесь тоже уже убрал сейчас покажу чем чистим и как чистим да и крышечка тоже почищена вот так вот на наковальне лежит инструмент шуруповерт моем случае квадратная труба полтора на полтора через нее пропущена проволока шестер как не привела приварена гайка и для триммера вот такая вот насадка пропущены тросики этот тросик ручник ручника вазовский четыре кусочка на одну сторону четыре кусочка на другую он лохматится потом в процессе и получается вот такая вот щетка шуруповерт в левую сторону вращается то есть наоборот если работать им как по нормальному да вправую то откручивается вот эта гайка сама по себе вместе вот с тросиками тут левая резьба поэтому работаем влево вот как то так забыл заснять позвонили раз позвонили два отвлекли она время идет сейчас на примере вот этого вот этой трубы то и вот этой покажу как это дело работает труба не дает проволоки шестерки изгибаться она жестко то есть за нее взялся и спокойно чистишь также я этой штукой чищу эти вещи вот как то так вот поставил в посудину в которую я залу собираю и сейчас вот этот дымоходик почищу поставил рядом с пеньком чтобы встать и поставить достать до шуруповерта вот как то так сейчас со стороны сначала до шибера а потом переверну ее и с другой стороны шибера пройдусь так но надеюсь будет видно хотя на черное но ничего страшно все шурик в руках ну и ну и и и и и Сейчас переверну шибером вверх и закрыл его. Продолжение следует... Вот так вот выглядит теперь состояние дымохода. Шиберок чистенький со всех сторон. Вот так вот в закрытом состоянии. Четвертинка открыта. Она же и приварена как ограничитель. Ограничитель в открытом состоянии. То есть она упирается в ту стенку. Садится батарейка. Вот так показать сквозную трубу полностью. Ну вот она что там говорить. Тяга пошла. И вот столько получается. Очень много сажи. Смол всяких и так далее там подобное. Все. Буржуечку свою почистил. Дымоход установил. Теперь можно сюда месяц-полтора, а может даже и два не заглядывать. Дымоход стал вообще как родной. Я думаю будет посерьезнее чем цинк. То старые советские цинковые трубы. А это уже более-менее современные. Хоть они не утепленные, но дымоход меня вот такой устраивает. Тяга хорошая. Ну все равно нужно его обслуживать. Вот как-то так. Ладно друзья. Всем пока. С вами был Санек. Завтра пустим завод дальше работать.